МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каково это жить на задворках цивилизации в мегаполисе, когда жители улицы Жуалы в Алматы забудут о проблемах с канализацией электро- и газоснабжением? Кто несет ответственность за несчастные случаи на рабочем месте? И почему предельно важно внимательно читать трудовой договор, прежде чем его подписать? Это программа Народный контроль. Здесь непридуманные истории казахстанцев будут услышаны и показаны. С вами я, Дамир Галиев. Здравствуйте. И вот что волнует людей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Алматы жители улицы Жуалы уже несколько лет безуспешно просят власти создать им условия для нормальной жизни. То есть просят чиновников решить вопрос с подключением их домов к коммуникациям. Если большинство горожан даже не задумывается о стабильном газо- и электроснабжении, работающей канализации, то вот для жителей улицы Жуалы эти базовые коммунальные услуги остаются недоступной роскошью. Несмотря на многочисленные обращения, их жизнь по-прежнему далека от комфортной. И они с иронией замечают, что живут не просто на окраине мегаполиса, а на задворках цивилизации. Мой коллега Амир Саминбетов выслушал жалобы местных жителей и выяснил у чиновников алматинского Акимата, когда же людям станут доступны элементарные блага цивилизации. Калмухан Мусабаев купил земельный участок на улице Жуала в 2006 году. По его словам, тогда эта территория относилась к Алматинской области. В 2014 году ее присоединили к городу. В юго-западной части Алматы появился новый восьмой по счету Наурсбаевский район. Однако, несмотря на то, что прошло уже 10 лет, ситуация с инфраструктурой так и не улучшилась. Основная проблема – это электроснабжение. Он отмечает, что из-за постоянных перебоев с электричеством каждые полгода выходят из строя стабилизаторы напряжения. Ну я сразу же поставил стабилизаторы напряжения. Потому что сейчас техника дорогая. Там посудомоечные комбайны, вот эти газовые котлы. Это все работает, ну там, электроникой напичкана. Если все это сгорит, и тем более они такие чувствительные к перепаду напряжения. И поэтому пришлось поставить стабилизатор. Когда жители улицы Жуала в сентябре 2023 года получили новые счета за электричество, они были ошеломлены. Тарифы внезапно выросли в 4 раза. Но Наким утверждает, что только за потребление электроэнергии она ежемесячно оплачивает около 40 тысяч тенге. По ее словам, их обслуживает юридическая компания, которая готова добровольно передать все электрические сети. А это столбы, кабели в пользу владельцев частных домов. Мы просили неоднократно на Урисбайский Акимат, чтобы нашу улицу перевели к городу. А теперь выясняется в этом году, что 4 улицы перевели к городу, а нашу улицу оставили частнику. Проблема в том, что мы неоднократно жаловались на Урисбайский Акимат, нам обещал, что нас переведут к городу. Три года нас водили за нас. В этом году мы пошли, уже написали письмо в городскую Акимат города Алматы, и нам сообщили, что нашу улицу не включили в проект, поэтому нас не переводят к городу. А не включил нас на Урисбайский Акимат. Как вот так получилось? Зима для жителей улицы Жуалы – это настоящее испытание. Низкое давление газа не дает возможности нормально отапливать дома. Котлы, которые должны их согревать, работают в полсилы или вовсе отключаются. У меня печка не тянет уже. Чайник нормально не кипит. Я не могу нормальные яйца пожарить. Напора нет. Давления очень мало. Они нас успокаивают. Мы давление подняли. У нас давления все равно не бывает. Никогда. Я не знаю, куда обращаться. Акимату звонишь, зам Акиму звонишь, то отвечает, то не отвечает. Коммунальный отдел достану, звонишь, он по настроению поднимает трубку. Куда теперь нам? Жители соседних районов незаконно подключаются к газовым сетям Жуалы, оставляя ее жители без нормального отопления, говорят сами владельцы домов. Опять же, они не могут подключить электрические обогреватели. Выбивают счетчики. Мы писали в Кастронсаймах, на Гоголя, Байзакова писали. Эти представители с газового хозяйства пришли. Они говорят, потерпите, как Жакибаева станет у Либи, вот тогда решатся ваши проблемы. А чем другие улицы? По Жуалы находятся магазины, гостиницы, садики. Жители в пять раз больше людей. Поэтому нам, мы даже потребовали толстую вот эту диаметром 100, почему-то они не хотят диаметром, не хотят трубы решать нам. Впрочем, подача давления не только в газовых трубах. Проблема здесь и с водой. Но с этим они научились справляться. Однако еще одной серьезной проблемой остается канализация. На бумаге ситуация выглядит отлично. Чиновники Акимата заявляют, что все улицы Жуалы и соседние районы подключены к новым канализационным системам. Но реальность далека от этих отчетов. Дома не подключены к коммуникациям. Из-за этого грязная вода стекает в подвалы. Многие жильцы, из-за того, что это не действующая канализация, многие жильцы пользуются. Это очень плохо. Идет вниз, на начало улицы, и там начинает, куда вода девается, вот эта грязная вода. Она по дырочку находит, и по подвалам соседей... Да, по домам, на подвалы расходится. И жильцы нижней улицы Жуалы жалуются, их топят. Это вода грязная. Жители улицы Жуалы устали. Устали ждать, устали ходить по инстанциям, устали надеяться на лучшее. Они не просят могого. Всего лишь нормальные условия для жизни. Электричество, которое не выжигает весь семейный бюджет. Газ, который позволит согреть дом зимой. Канализация, которая не разрушает их жилища. Но пока их просьбы остаются неуслышанными. О многочисленных проблемах жителей улицы Жуалы мы подробно изложили в официальном письме, направленном в Алматинский Акимат. Важно отметить, что запрос был отправлен еще в июле. Увы, реакции на наше обращение не последовало. В сентябре мы повторно направили свой запрос, но все безрезультатно. Октябрь уже на календаре, а ответа так и нет. Буквально накануне мы узнали, что чиновники, похоже, только сейчас начинают разбираться с этими проблемами. Они обещают дать ответы на многочисленные вопросы жителей улицы Жуалы в ближайшее время. Мы непременно озвучим их в наших следующих выпусках. Каждый год в Астану приезжают тысячи казахстанцев на заработки, многие из которых находят работу на строительных площадках, где постоянно требуется рабочая сила. Вот и 20-летний Азамат Турдиев из Шимкента трудился разнорабочим в одной из строительных площадок Астаны. К сожалению, парень получил производственную травму и вскоре у него развелась гангрена, что привело к ампутации пальцев на ноге. Семья парня обвиняет работодателя в неоказании своей временной помощи. Подробнее в материале шел пан из Басар. По словам Азамата, на стройке он успел поработать чуть больше месяца. По его признанию, хотел помочь семье. В тот злосчастный день они поднимали сваи с помощью экскаватора. Обычно мы работали с автокраном, но именно в тот день всего один кран работал на стройке и для отгрузки сваи работал экскаватор. И в один момент сваи соскорзнули, и я успел отскочить, и мне придавило только ногу. Я все равно эту сваю подцепил, и только тогда смог увидеть свою рану. Крови много было, я попросил вызвать скорую, но бригадир сказал, сами в больницу отвезем. В больнице Азамату оказали первую помощь, зашили рану и сразу отправили домой. Но на следующий день из-за сильных болей ему пришлось вызвать скорую. И только тогда он смог написать заявление дежурному следователю о произошедшем на работе. Потом приехала мама из Шимкента. За эти несколько дней у меня началась подниматься температура и были сильные боли. Когда обратились в поликлинику, там уже началась конгрена, оказывается. Меня экстренно отправили в больницу, и там мне сделали операцию и удалили два пальца на ноге. Когда он попал в первый раз в больницу, его бригадир написал, что травма случилась не на рабочем месте. Он после травмы один лежал в общежитии с сильными болями, а потом начала гноиться нога. Могли же они его навестить, ему помощь оказать. Они должны были сделать все до его полного выздоровления. Такие тяжелые осложнения после полученной травмы возникли по вине работодателя, считает мама Азамата. По ее словам, у сына элементарно не было ни денег, ни возможности ездить на перевязки. Я звонила, писала его бригадиры, чтобы они мне помогли, купили лекарства, отвезли его в поликлинику. Можно было его положить в больницу. Они меня игнорировали. И только уже после операции, когда я им пригрозила, что буду жаловаться во все инстанции, только тогда пришли от них представители. Они повезли нас в больницу, купили лекарства и наняли нам медсестру для уколов. Но как оказалось, это была разовая акция, говорит Джул Дезай. Им по-прежнему нужны средства на лекарства, на аренду жилья, на питание. Все медицинские услуги для них платные, так как они иногородние. Ерсултан, сколько раз я вам говорила, чтобы вы помогли положить сына в больницу, хотя бы платно. Если бы вовремя оказали ему помощь, то он не был бы сейчас в таком положении. Мы спрашивали у нее, какая сумма нужна. Она нам сказала, что позже скажет. Я тоже здесь работник. Я по поводу госпитализации переговорю с руководством и какую помощь мы сможем предоставить. По словам Джул Дезай, она неоднократно обращалась в строительную компанию с просьбой выплатить задолженность по заработной плате и компенсировать расходы по больничному листу. Несмотря на то, что все необходимые документы были предоставлены, ее обращения остались без ответа. В настоящее время семья ожидает создания комиссии, которая займется расследованием производственной травмы. Они вынуждены дальше находиться в Астане, оставаясь заложниками создавшейся ситуации. Мы направили официальный запрос в компанию, где работал Азамат. В ответном письме работодатель подтвердил, что организация оказывает необходимую помощь Азамату Тургию. Более того, они выразили готовность предоставить материальную поддержку Азамату и в дальнейшем. А по словам инспектора труда Нурсаята Саркена, претендовать на материальную компенсацию пострадавший может только после проведения ими расследования несчастного случая на производстве. Работодателям в адрес управления было подано сообщение о произошедшем несчастном случае. Для выяснения и выводов о произошедшем несчастном случае был направлен запрос о степени тяжести в больницу. После получения итогов заключения приказом управления будет создана комиссия специального расследования. Согласно 188 статьи трудового кодекса Республики Казахстан в данную комиссию будут включены представители работодателя и работников. По итогам специального расследования все материалы будут направлены в департамент полиции города Астаны. В случае Азамата Тургиева между работодателем и работником был подписан договор возмездного оказания услуг. Это означает, что трудовые отношения были оформлены не через трудовой договор, а посредством гражданско-правового договора, который обычно не гарантирует тех же прав и преимуществ, что стандартные трудовые соглашения. Вообще важно понимать, что заключать договор ГПХ строительной компании с человеком на якобы оказание услуг по строительству, по каким-то монтажным работам, это недопустимо, поскольку это является уклонением от налоговых обязательств, от социальных обязательств. Это ухудшает права работников, и особенно, когда происходит несчастный случай. Здесь работник оказывается незащищен. И тем не менее, трудовое право защищает работников, даже когда он вынужден подписать договор ГПХ. Но даже в этой ситуации можно в суде доказать наличие хотя бы одного из признаков трудового договора в договоре ГПХ. Мы изучаем постоянную судебную практику, мы видим множество дел, где суды такие отношения признают трудовыми, со всеми вытекающими последствиями. Последствия – это не только штрафы, это доначисление всех налогов, которые не заплатил работодатель, и это компенсация всего того материального вреда здоровью, который нанесен работнику при выполнении своих трудовых обязанностей. Буквально перед выходом в эфир нашей программы мама Азамата Тургиева, Жулдыз, связалась с автором сюжета «Шолпан из Басар». На этот раз она поделилась хорошими новостями. Работодатель действительно не оставил их в сложной ситуации, и они смогли прийти к медиативному соглашению. Кроме того, редакция нашей программы активно поддерживала семью Азамата Тургиева, предоставляя им юридическую помощь для разъяснения их прав и содействуя обращению в государственные органы с целью оперативного решения их вопросов. Я больше двух месяцев была в городе Астане в связи с несчастным случаем, который случился с моим сыном на работе. Мы не могли добиться справедливости. И только после обращения в программу наша проблема решилась, и мы вернулись домой. Хочу поблагодарить за помощь журналиста «Шолпан из Басар» и весь коллектив программы «Народный контроль». Сентябрь стал печальным месяцем для казахстанского кинематографа. Ушел из жизни талантливый режиссер и сценарист Азиз Заиров. И в эти дни вышел в прокат его фильм «Мама, я живая». Творчество Азиза Заирова – это больше, чем просто киноискусство. Это манифест, отражающий социальные проблемы общества. И главное – это голоса людей с инвалидностью. Работая с талантливыми актерами-любителями, он сумел показать, что за стереотипными представлениями обывателей скрывается богатый внутренний мир особенных людей, подчеркивая тем самым значимость инклюзии в кинематографе. За несколько дней до своего ухода режиссер обратился в нашу программу, озвучив актуальные проблемы индустрии. В первую очередь необходимость продвижения инклюзивного кино в нашей стране. Амир Саминбетов продолжит. Наша встреча с Азизом Заировым состоялась буквально за несколько дней до трагедии. Режиссер устроил множество планов, идей, которые он стремился воплотить в жизнь, но... Азиз Заиров почти 30 лет посвятил кинематографу. И в первую очередь он прославился как талантливый сценарист. Однако его подход к творчеству оставался неизменным. Он всегда снимал социальные фильмы, черпая вдохновение из жизненных историй людей с ограниченными возможностями. Многих из своих героев он встретил в ассоциации родителей детей с инвалидностью. Вдохновившись их рассказами, Азиз решил открыть творческий кружок, который стал платформой для талантливых актеров. Тем не менее, работа над фильмами сопровождалась трудностями, среди которых главное вполне тривиальное отсутствие финансирования. Но и эти препятствия мастер смог преодолеть. Когда мы снимали кино, на начальном этапе не было вообще никакой поддержки. Когда мы сняли фильм, во-первых, ребята, после того, как отсняли с кино, они стали себя чувствовать увереннее. В реальной жизни у них самооценка поднялась. Мы за это время, пока нас кормили обещаниями, нашли деньги. То, что наш фильм получил гран-при, и награждал сам Алан Дулон. Я, честно сказать, когда шел на награждение, там еще знал, там такие очень влиятельные люди в зале, я чуть не поделал сознание. После того, как Азиз Заиров получил признание зарубежных коллег, он встретился с чиновниками профильного ведомства и акцентировать их внимание на важности инклюзивных фильмов. В результате ему удалось получить поддержку и финансирование для своих проектов. Однако в этом есть одно большое «но». Да, и потом у нас проблема сейчас как? Вот смотрите, на данный момент сейчас главная проблема – это реализация, вернее, прокат, продвижение фильмов. Потому что они отчитались, вот смотрите, они как происходят. Они за фильмом отчитались, все. Кино практически, после того, как они отчитались перед Министерством культуры, Министерство отчиталось перед Министерством финансов, Министерство финансов перед проектом, все. Для них наше кино, на мой взгляд, перестает существовать. Азиз Заеров пояснил, когда государство выделяет финансирование, значительная часть прав на фильмы остается у него. Это вполне логично. Однако возникает другой вопрос, почему эти произведения часто не транслируются на республиканских каналах, не показываются в кинотеатрах и трудности с зарубежным прокатом. На фоне этого нередко можно слышать обвинения в адрес создателей фильмов за возникшие проблемы. Но тут же Министерство культуры пишет, производители кино, то есть продюсеры, режиссеры, не заинтересованы в продвижении кино, потому что они уже свои гонорары получили. Это наглая ложь, наглая, беспардонная. Почему? Потому что любой человек, кто меня знает, журналисты, простые ребята, они знают, что я, когда касается наших фильмов, продвигаясь в социальных кино, нет денег. Я подключаю друзей, я подключаю знакомых. Тогда Азиз Заиров выдвинул свой рецепт решения данной проблемы. Режиссер предложил, чтобы авторы фильмов, финансируемых из государственного бюджета, имели возможность участвовать в прокатной судьбе своих работ. В то же время профильное министерство должно активно способствовать популяризации этих фильмов. Талант Азиза Заирова получил высокую оценку коллег и зрителей. И не только в нашей стране. И в своем последнем интервью, которое он дал нашей программе, режиссер признался, что несмотря на признание престижной награды, проблема популяризации социального кино в стране по-прежнему остается. Его вклад в отечественный киноматограф Казахстана огромен. И фильмы Азиза продолжат вдохновлять новые поколения кинорежиссеров, актеров, операторов и, конечно же, зрителей. Необходимо сохранять память о его работах и поддерживать развитие инклюзивного кино, так как это не только искусство, но и шаг к созданию справедливого и открытого общества. Талантливый режиссер Азиза Иров на протяжении своей жизни создавал ленты, которые поднимали вопросы инклюзии, показывая, что люди с инвалидностью должны быть услышаны и увидены благодаря своим талантам и потенциалу, а не застрадания и жалости. Как я говорил ранее, на днях в прокат вышел фильм Азиза Заирова «Мама, я живая». И по словам его соратников, все вырученные средства пойдут на лечение детей с онкологическими заболеваниями. Творческое наследие талантливого режиссера и сценариста будет жить вечно. И хочется верить, что социальные фильмы, такие как работы Азиза Заирова, найдут поддержку чиновников и признание зрителей, как в Казахстане, так и за его пределами. Вот такие непростые истории оказались сегодня в центре внимания наших корреспондентов. Если и вам есть что рассказать, присылайте свое обращение на мобильный мессенджер по номеру 8 747 607 28 08. Пишите на электронный адрес или в социальных сетях. Обращайтесь к нам со своей проблемой. Мы рассмотрим каждый случай со всех сторон. А самое важное вы увидите в эфире телеканала Хабар. Подпишитесь на нас в Телеграм и Ютуб. Вот QR-код. Наведите телефон и будьте в курсе всех самых важных событий, которые влияют и на вашу жизнь тоже. С вами был Дамир Галиев и команда Народного контроля. До встречи через неделю на телеканале Хабар. Продолжение следует...